Здравствуйте, меня зовут Михаил Хаймович. Сегодня я хочу показать, как из такой заготовки я буду точить подсвечник. Я начинающий столер и начинающий видеооператор, поэтому я прошу не очень строго отнестись к этой работе, а профессионалом я буду признателен за рекомендации и советы. Эти заготовки склеены из трех дощечек. Две из них по краям из твердого африканского дерева, посередине ясень. Длина заготовки 200 миллиметров, сечение 60 на 60 миллиметров. Торцуем заготовку для удобства разметки центров и отрезаем все лишнее. Развлечаем ось заготовки, соединяя углы прямоугольника с помощью линейки и тонкого карандаша. Точность разметки в данном случае имеет особое значение, ведь заготовка склеена из пластин дерева различных пород, а подсвечник имеет осевую симметрию. Закрепляем заготовку на токарном станке между поводком и задней бабкой. Подручник устанавливаем чуть ниже оси заготовки. Работаем резцом под названием реер. Скорость вращения заготовки около полутора тысяч оборотов в минуту. ДОМАНИЯ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Подрезаю край заготовки до диаметра 35-45 мм, для того, чтобы затем зажать заготовку в патроне. Работаю рестом под названием месель. Зажимаем заготовку в патроне. Сначала центруем задней бабкой, поджимаем, точно вставляя в то отверстие, которое было заготовлено при разметке. Потом только окончательно затягиваем заготовку в патроне. Это делается для того, чтобы обеспечить точную соосность установки изделия. Сверлим отверстие для установки свечи сверлом диаметром 40 мм. И приступаем к точению подсвечника, придание его формы. Сверлим отверстие для установки свечи 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 свеч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь полируем подсвечник шкуркой разнозернистости вплоть до зернистости 500 Затем полируем металлической ватой и отрезаем подсвечник по основанию И заключительная операция Покрываем подсвечник маслом и воском Я использую льняное масло Оно нравится мне больше специальных масел для дерева которые продаются в магазинах После высыхания масла втираем воск карнауба и полируем его ветошью Ну вот работа закончена Продолжение следует... Продолжение следует...